приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам на 11 ноября поговорим о народных приметах что можно делать в этот день и также на какие рекомендации нужно обязательно обратить внимание чтобы этот день для вас прошел удачно и благополучно друзья далее все более подробно в этом видео а прямо сейчас ставьте лайк этому видео друзья вам это ничего не стоит а нам приятный так с вас лайка с нас важная и ценная информация итак друзья 11 ноября отмечается народно-христианское торжество авраами овчар и анастасия овечница а вот в церкви вспоминают в этот день русского святого преподобного авраамия затворника и блаженную марию племянницу его его жизнь стала ежедневным подвигом молитвы и труда с юных лет авраамий уверовал в христа и хотел посвятить себя богу в итоге христианин подстригся в монахи после чего поселился в ростове возле озера и построил монастырь и многие язычники крестились благодаря ему ради братья авраамий непрестомно трудился колол дрова и носил воду детей монах наставлял учил грамоте и божьему слову также вспоминают сегодня великомученицу анастасию христианскую сироту которая пострадала при гонениях на верующих родилась анастасия в знатной семье но очень рано осталось без родителей христианская община взяла девочку на воспитание и ее наставницей стала софья анастасия выросла настоящей красавицей и многие мужчины предлагали ей замужество однако христианка давший обет безбрачия отказывала им городоначальник вызвал анастасию на суд где она смело заявила что не станет поклоняться языческим богам и выходить замуж за богатого мужа тогда ее опозорили выведя на улицу обнаженной при толпе девушка обличила грехи правителя крестьянку казнили за этом на руси эта дата еще имела и другие названия как настасья стригальница анастасия овчарница авраами и овчар овчарный праздник или абрамова вечернем и вы знаете со святая анастасия согласно народным поверьям покровительствует пастухам и бережет овец также она помогает в работе с шерстью стрижки в предении шитью одежды на зиму и оваление валенков осенние работы шли своим чередом в день накануне на параскеву пятницу покровительствующую при оденью крестьяне трепали лен а 11 ноября занимались шерстью к слову на новгородских иконах анастасия параскева часто изображены вместе дню анастасии стригальницы кое-где уже заканчивали со стрижкой овец в эту дату молились заступницы овец анастасии хозяйки пекли пироги для пастухов угощали их и желали крепкого здоровья тогда по поверьям они будут лучше следить за стадом а если хозяин стада выразит пастуху благодарность целый год об овцах можно не волноваться девушкам рекомендовалось сегодня надеть обязательно коралловые бусы тогда ее ждет счастье в личной жизни бусы также можно было повесить в доме на самом видном месте считалось что таким образом они уберегут от нечисти ну а если вы держите овец и нужно их подстричь то знаете что отрезанный кусочек шерсти по окончанию нужно вложить в ножницы чтобы задобрить таким образом негативных духов но чтобы беды обошли стороной ринг рекомендуется как следует в этот день отдохнуть знаете пастухи в этот день в овчарник вешали икону святой анастасии которую поутру носили в церковь чтобы осветить святой водой считалось что она защитит овец от волков с 11 ноября на севере начиналась овечья стрижка а вот на юге напротив ее сегодня заканчивали было принято этим вечером собираться старикам вместе с ребятней в одной комнате и загадывать им загадки про овец и кто больше отгадает тот сладость в подарок получает женщина 11 ноября приступали к приедению овечьей шерсти из которой потом вязали варежки носки или теплую материю для шитья зимних вещей девушки собирались в бане после того как солнце зайдет чтобы провести различные обряды с использованием волшебных слов ну а самый главный обряд этого дня устраивали пастухи и жители небольших поселков пастухи танцевали и пели песни они играли на рожках и поздравляли свои отары с последним днем выпаса известно что хозяева и расплачивались пастухами в этот день хозяева давали людям не только деньги но и дарили подарки а также обязательно угощали яичницей представительницы слабого пола носили крестьянам пироги и свежие муки но самое главное угощение этого дня это был овечьей или козий сыр народ готовил и подавал к столу этот сыр но такую честь оказывали только дамы которые всегда готовили для мужчин 11 ноября по народным приметам если в этот день 11 ноября идет снег или дождь то наши предки знали что 21 ноября в день архангела михаила будет оттепель низкие облака по небу по холоданию и не ночью к снегу днем голуби воркует значит погода будет хорошая в этот день наши предки старались провести этот день всей семьей говорят если собраться всем вместе то семья будет дружеской и прочная кстати если у вас есть ожерелье то смело надевайте и вы привлечете в свою жизнь только счастье также в этот день были и определенные запреты которые наши предки старались выполнять и так вечер 11 ноября нельзя было проводить в одиночестве или с незнакомцами верная преднародная примета крупной ссоры с родственниками или большого несчастья женщинам тоже не рекомендовалось в этот день ходить с голой шеей лучше всего украсить ее бусами это привлечет удачи во всех делах даже любовных а вечером не забудьте бусы повесить на самое видное место чтобы они защитили дом от всякой нечисти а после промойте под проточной водой и уберите в этот день нельзя было надевать вещи из-за вещей шерсти иначе считалось что можно призвать на себя много бед правильнее будет вынести их на улицу проветриваться а когда оденете их следующий раз они будут действовать на вас оздоровляющие как духовно так и физически в этот день лучше всего отказаться от компании незнакомых людей вне зависимости это касается вашего бизнеса или касается отношений или если вы идете в какое-то блюдное место потому что сегодня иначе возможны ссоры скандалы просто на ровном месте вы знаете в этот день люди могут проявлять эгоизм могут проявлять капризность поэтому постарайтесь в этот день воздержаться от негатива иначе высшие силы проучат вас и пошлет еще больше негатива в ответ по этой же причине не допускайте ссор старайтесь сглаживать все конфликты даже если кто-то проявил и грубость по отношению к вам особенно сегодня нежелательно ругаться с супругом это может сильно навредить отношениям надолго их усложнить лучше подарить подарок своему мужу тогда взаимоотношения значительно укрепляться также большая просьба не оставлять в этот день ребенка одного дома потому что есть вероятность получить большие неприятности также в этот день ни в коем случае не рассказывайте свои секреты даже не делитесь своими планами потому что иначе это ничему хорошему просто не приведет помните что сегодня нельзя надевать украшение из янтаря и мелкого бисера иначе будет много болезней также нежелательно в праздник ремонтировать одежду или же обувь это только притянет к вам неудачи в этот день вы можете провести ритуал на исполнение желания для этого для этого овечью шерсть подстрижена 11 ноября нужно было смочить святой водичкой и положить рядом с иконой святой анастасии при этом говорят такие магические слова шерсть овцу согревала от холода спасала и мне помоги желания мои исполни анастасии заклинаю помощью у нее вопрошаю аминь 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 и очень важно дождаться когда шерсть подсохнет далее положить ее в изголовье загадать желание а на утро сжечь эту шерсть над церковной свечой далее развеять пепел по ветру ну а люди рожденные 11 ноября считаются что очень хорошо понимают животных также такой человек может быть пастухом тоже людям которые появились на свет в этот день проживут долгую и счастливую жизнь а в качестве талисмана им подходит янтарь друзья вот такой у нас сегодня с вами день 11 ноября по народным приметам обращайте пожалуйста на них особое внимание чтобы ваш день прошел удачный и благополучно сами как всегда был канал эзотерика для тебя друзья обязательно подписывайтесь на наш канал за ставьте лайк этому видео обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви и гармонии друзья прямо сейчас на экране видите два прямоугольника это следующие рекомендованные видео для вас нажимайте на то видео которого на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите друзья всех вам благ услышимся с вами в следующем видео